Будет зависеть, соответственно, от того, что выпадет с точек. А так, всем привет! У нас второй матч. Тяж сок. Куманский мир. Надо, кстати, внимательно смотреть меня с Тяжем, возможно, на ВЦГ играть через пару недель. Надо следить за тем, что он делает. Первая карта еха. Так, оба игрока будут крепить верхнюю точку. Это значит, не будет маутинг кингов, хотя на этой карте МК можно играть в мироре весьма эффективно. И опять же, такой криппинг либо говорит о том, что они будут весьма долго до экспанда добираться, либо без экспанда играть. И лагерь наемников никто не хочет забирать. Интересно. Кстати, у Сока другая кепка сегодня, у него, видимо, их много. Так. Футики пошли. Кстати, Сок выиграл Тяша 2-0 на турнире в 2019 году. Чайна против Кореи. Я не видел эти матчи, потому что этот турнир вообще никому не разрешали стримить, даже самим китайцам и корейцам. Там только, по-моему, B2V как-то затусили. Под каждую расу своя кепка, значит. Нет, смотрите, лол. Тяш побежал на лагерь наемников, хотя алтарь сверху делал. А в чем смысл тогда? Смысла же нет никакого. Ты дольше бежишь до экспанда. Вот, до этого, до лагеря. Короче, Сок забрал девайсы и бежит сразу на харас, но это стандартная тема. Если ты не крепишь лагерь наемников, то ты идешь на харас. Амулет энергии выпадает. А нет, это кольцо. Кольцо Регена, ну херня. Приз сразу бежит на базу к себе, потому что там сейчас элементали нужно будет диспелить. Сок, кстати, агрессивно будет забирать. Ой, как он здесь загрел крипов. Минус 500 хп. Ну, 500 хп, это я утрирую, 50% хп. Здесь Сок забрал... О, когти старые. Вот это, кстати, круто. Плюс 12. Атака архимага. Практически на 33% увеличил свой дэмэдж. Ну, я думал, Сок пойдет рабов в харасе, а он просто точку забрал. И быстрый Т2 делает. Здесь Соку нужно с рабочих вызвать. Ну, Сок не харасит. Хотя Хуман тяж быстрее прокрепился. Ну, добирает Сок последнего... Последнего тролля. Будет ли тяж экспанс ставить? Ой, лол, Сок перекупил тролля. Ммм. Ну, это опасно, потому что его сейчас тут могут поджать. Не, не получилось. И бежит экспанс ставить. В это время Сок приходит на мейн. Ну, на мейне здесь особо ничего не сделает, потому что есть вышка, есть менты. Но, как минимум, рабочие сейчас не добывают ресурсы. Но приходится Соку уходить оттуда. Потому что... Или нет, остается харасить. Но на экспант он уже не успеет на харас, поэтому просто фермы бьет. Так, там что, кузница строится? Блэксмисс? Это рифлы, типа? Против экспанда? Ну, может быть. Ферму убил. Еще приста перекупил Сок. Пока неплохо, кстати, у Сока все. Экспанд, конечно, у тяж строится, но это такое. Правда, у Сока третьего Архимага долго не будет. Селем диспелится. Когти хорошо помогают. Дэмэджи много, но здесь Селема вторые, поэтому, естественно, Сок здесь никак не может сражаться. Сейчас он будет уже покупать второго героя. Так, здесь от первого лица нам показывают Тиаша. Я что-то не пойму, а почему... А, все, понял. У Тиаша, короче, жестокое такое отдаление, что кажется, что элементарный первый уровень. Вы посмотрите, как далеко камера отодвинута у Тиаша. Экспанд доделался, вышка доделывается, еще вышку ставят, лесопилку добавляют. Здесь на экспанд приходит дарка. Ну, понятное дело, это типа заготовочка, они с чайком так играют через дарку. Это стратегия, которую кто-то из русских игроков придумал, я не помню, то ли Кемпер, то ли Доллар. Короче, кто-то из олдскулов. Хотя, может, это стратегия кто-то другой придумал, я не знаю, но, короче, просто в моду, по-моему, они ввели. Не знаю, кому конкретно принадлежит именно корни этой страты. Небольшие неполадки. Ну, короче, дарка, рифлы, и будет пуш-экспанда. Ну, здесь неплохо пока все смотрится, футмены падают, скелеты спамятся. Архимаг скоро уже третий. Кстати, есть смысл когти отдать Дарк Рейнджерке, потому что у нее скорость атаки быстрее, чем Архимага, насколько я знаю. Из-за того, что она героя с ловкостью. Но по логике должна быстрее атаковать. Хотя она дальнобойная. Первый рифл тут пришел. Минус еще футмен. Ой, Лема убивает и получает третьего Архимага. На самом деле, против экспанда рифлы так себе смотрятся. Потому что там масса футмена с дефенсом будут. Саплай блок у сока. Фермочку билдит. Ой, минус рифл, неприятно. И футмена еще забирает. Но здесь слишком агрессивно пошел крипится. У тяжа, кстати, уже четвертый с половиной левел. Вот так вот. Он плохо прокрипился. Но сейчас нужны футы с дефенсом. Наемники и как бы вышки. И тяж легко отобьется. И он уже в Т2 выходит. Правда, зря троллей, конечно, теряет. Пытался тролля отжать. Ой, пытался и Лема задиспелить тролль, но не успел. Так, а где дефенс? У футменов только сейчас дефенс доделывается. Но Архимаг так к пятому уровню близится. И можно Архимага переучить на Близзард. И рифлов вообще будет изи отбивать. Есть футмен пытается под дефенсом убить рифла, но там хил. Т2 скоро закончится. Ну, тяж все хорошо. Я не думаю, что сок здесь сможет пропушить экспант. Надо свой, наверное, уже соку ставить экспант. Просто тяж в любой момент может переучиться на Близзард. И просто с Близзардом заливать рифлов под вышками. Там будет, понятное дело, что Дарка, периодически сайленс кидать, но это фигня все. Поэтому может даже логичнее попытаться поставить экспант. Сейчас кузницу может отменить. Здесь первый играет на атаку, делается. Да, пытается экспант закрепить. Ну, просто логично, что тяж будет постоянно-постоянно где-то его подлавливать. И не давать так просто до экспанда дойти. И, соответственно, время он выиграет, и потом выйдет просто в Т2. Там, может, с Т3 пойдет в коней. Ой, здесь минус 2 при 100. Но это слишком много потерь, когда у тебя нету добывающей базы еще одной. Дарка, правда, третий уровень получает на тролле. Здесь Ильям, зачем ты убиваешь? Блин, зачем он этим убил? Неизвестно же, тяж придет за этим или нет. Тяж продолжает харасить. Уже на мейне здесь вышку пытаются снести. Ну, сок потихоньку делает экспант, но здесь уже вниз бежит. А, нет, это... Конечно, пока рано списывать со счетов, но что-то вообще забей. Сейчас внизу экспант отменят. Да, экспант сок сам отменяет. Но тут уже печаль. Т2... Не-не, все, тут брякеры с экспантом. МК пошел. Архимаг почти пятый. Это 1-0 за тяжем. Камбэкнуть с такой ситуацией практически нереально. Тут никакие рифлы не помогут. Причем тяж может одновременно в Т3 пойти. То есть он спокойно сейчас закладывает Т3. И все изи вообще. Уже первые брякеры. МК тут под фокус попал. Ну и продолжает тяж напрягать мейн. Соку приходится телепорт использовать. Здесь пятый архимаг. Ну и на своем ТП можно уйти. Попытается рефла отжать. Не хватает дисплов на элемов. Тут уже третий элем. Даже, смотрите, тяж не хочет уходить отсюда. Просто начинает размениваться. Ну, потому что у него экспант работает. В крайнем случае он... Там сейчас минус дарка будет. Потому что сайллс... Ну да. 1-0. Ну, эта стратегия хороша, когда ты без экспандов играешь. То есть с рефлами. Она в теории неплохая. Но когда ты играешь против экспанда... Такое себе с этим рефлами. Второй МК. Можно Клэп взять. Почему-то Сок не сдается. ТП передает. МК. Ой, на 7 хп. Кстати, забавный момент сейчас. Если бы ТП передал и не успел бы нажать, то Архимаг бы пятого уровня и МК бы сдохли. И Архимаг бы у Сока был бы на половину шестой. Но, учитывая, что успел все-таки нажать, но это было опасно реально. Ну, Сок там достроил экспанд, но, блин, у Сока 31 лимита. А ТА же качает два экспанда уже сколько времени. Так что толка от того, что Сок тут достроил свой экспанд, вообще никакого. Учитывая, что Сок еще и Дарку потерял. Здесь Брякера отжали. Архимага пошел тык. Джи-джи. 1-0. Ну, достаточно уверенная победа за ТАшем. Какая-то, не знаю, Сок прибежал вначале, не стал харасить, стал забирать точку. Сок там, если бы у вас поняли, если бы выиграли в игре, что-либо который у вас не знал. Но я бы даже сказал, где-то что-либо, я бы не знал, если бы я не знал, что-либо он值得ем. - тх тоже на бабушку похож не тх тх похож на человека которая от тебя просто придет и ушатает у него оскал жесткий помните фильм цельнометаллическая оболочка вот когда там этот самое начало они пришли стоят посмирно казарме этот капитан или кто он там был лейтенант главный вы покажи мне свой оскал и вот утяж он есть они все в этом году они садят как видите как и все сочи сочи вот Я думаю, что это очень важно. так ждем вторую игру пока там что-то сок просится в туалет видимо вот 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 не там не боевая скал а звериный скал по-моему было в переводе гоблина я не уверен Игорь Негода. 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 Игорь Негода.